Если не будет особых предупреждений, то мы просто продолжаем чтение трактата Брохот, то есть его окончание, собственно говоря. После этого мы попробуем проанализировать общую структуру трактата Брохот и по окончании чтения трактата Брохот начнем читать какой-то другой трактат. Скорее всего, Кедушин я планировал. Это наши планы и то, как мы дальше двигаемся. На всякий случай, если я, по-моему, в прошлый раз уже это говорил, но на всякий случай еще раз. Значит, мы с вами остановились на все той же летней теме. Сейчас мы его продолжим. Толмуд продолжает эту тематику. И нам предстоит, конечно, понять, как она вписывается сюда. Я уже говорил о том, что на самом деле вот эта последняя глава, она как бы в себя вбирает разные мотивы, которые звучали в этом трактате на протяжении всего его, так сказать, развития. И словно ниточки такие из разных глав, они концентрируются вот в этой самой последней главе. Ну и в том числе вот эта самая туалетная тема, как я уже говорил, там была целая глава, которая была этому посвящена. Напомню, что мы прочитали в прошлый раз. В прошлый раз мы прочитали фрагмент, который говорил о том, где, собственно говоря, можно опорожняться. И у нас было несколько мнений, то есть был спор. Ула говорит, что если есть забор, то сразу за забором, а если речь идет о долине, то тогда нужно найти место удаленное от людей настолько, что если человек чихает, то его не слышно. Вот на таком расстоянии от людей можно опорожняться. А дополнительная, то есть вторая точка зрения, Рава-Исси и Барнатона была, наоборот, ну, чуть более строгая точка зрения, что как раз за забором нужно находиться на таком расстоянии, что если кто-то чихнет, или ты сам чихнешь, то тебя никто не услышит, или ты не услышишь чих кого-то. А вот в долине нужно, чтобы просто тебя не видели. И вот по этому поводу, да, по поводу второй точки зрения, по-видимому, приводится некая Барайта, или точнее даже Мишна, да, из Критата Теарот, где говорится о том, что тот, кто выходит из Давильни, имеется в виду Давильни, где изготавляют оливковое масло, и находятся оливки, ну, и тот, кто выходит оттуда, тот может за забором опорожниться. И оливки остаются чистыми. То есть речь, по-видимому, идет о человеке, который следит за тем, чтобы те оливки не стали чистыми, и нечистыми они могут стать, если зайдет человек, не соблюдающий закон ритуальной чистоты, и к ним прикоснется. Ну, и вот человек, который за этим следит, может сразу за забором опорожниться. Ну, и это вроде бы противоречит последнему мнению, которое было высказано, то есть мнению права Иси. На что следует ответ? Ответ Таламуда состоит в том, что в этом случае, в случае, когда следят за чистотой, в данном случае оливок, просто есть некое послабление. Поэтому, по идее, может быть, то есть из этой, по крайней мере, из этой мешны нельзя делать заключение, нельзя ставить трудность на мнение Рава Иси, потому что, в общем, возможно, что все это связано не столько с законами опорожнения, сколько с законами, связанными с охраной этих самых продуктов, которые нуждаются в сохранении их чистоты. Ну, и там приводится еще в дальнейшем, еще одна точка зрения, что насколько нужно отойти, чтобы сохранилась, так сказать, возможность считать эти оливки чистыми, настолько, чтобы этого человека было видно. То есть, и получается, что здесь тоже некая послабляющая точка зрения, потому что ведь Рав Иси сказал, что, например, если речь идет про равнину, то там нужно, чтобы человека было не видно. А здесь вроде бы можно удалиться на расстояние, чтобы тебя было видно, и тогда эти самые продукты остаются чистыми. Это, в общем, более-менее понятно. То есть, человек, который опорожняется, он заодно может видеть, если его видят, то и он может видеть, зашел кто-то в эту самую давильню или не зашел. То есть, история с вот этой чистотой оливков, она приведена, как я уже говорил, может быть, поймем сейчас, посмотрим, поймем или нет. То есть, она для чего-то приводится. Заранее, в каком смысле, Талмуд знает, что это не трудность, но ставит это как трудность. То есть, это подается как некая трудность и отвергается, поскольку это исключительный случай. Это очень часто в галахических дискуссиях методика Талмуда. То есть, приводится некое затруднение, которое затем снимается. Ну, хорошо, это то, что мы прочитали в прошлый раз. И дальше Талмуд переходит к выяснению фразы из Барайды, которая была нам приведена, а именно фразы, которые говорят о том, что все то время, пока его не видит товарищ. То есть, мнение Рава Иси заключается в том, что если человек опорожняется на равнении, то ему нужно найти такое место, чтобы его никто не видел.